Дженнифер вернулась домой в странном настроении. С одной стороны, она прекрасно понимала, что все эти разговоры о проклятиях, желаниях, волшебном колодце, это, конечно, самые настоящие сказки. Но я же взрослая женщина, как я вообще могла в это поверить? Но с другой стороны, ей было очень интересно, кого же она увидела возле здания. После того, как она воспользовалась колодцем, она увидела странную фигуру, которая смотрела на нее, но когда она подошла поближе, то этого человека там уже не было. Кто же он такой? Он что, следил за Дженнифер? Привет, друзья, добро пожаловать в игру Sims 4. Мы вернулись в проект Загородная жизнь, и у нас сейчас идет снежок. Смотрите, как красиво, ребята, тут очень красиво, когда идет снежок. На часах, по-моему, где-то примерно 5 часов утра, и Дженнифер вернулась домой после того, как она воспользовалась волшебным колодцем, и тут должны быть кавычки. Итак, давайте посмотрим, что у нас происходит дома. Значит, здесь у нас, как обычно, пыльно. Нужно будет, конечно, поубирать, пропылесосить. Давайте посмотрим, что у нас в доме. Ребят, мне страшно заходить. Мне страшно заходить. Так, ну у нас здесь игрушка. Здесь у нас собака. Здесь у нас паутина с паучком. Корма у нас полным-полно, поэтому если кто-то из наших песиков будет голодный, то можно всегда пойти здесь покушать. Значит, ну здесь вроде бы я не вижу грязную посуду, это меня не может не радовать. Здесь у нас лежаки. Понятное дело, что много пыли. Так, ребят, пойдем по спальням посмотрим. Потому что там у нас всегда полная габела. Ну, понятное дело, что у нас здесь валяется одежда. Нужно заняться стиркой когда-нибудь. Оу май гаш, ребята, как у нас тут грязно. Зачем? Зачем ты пьешь из унитаза? Хотя, знаете, это риторический вопрос, почему наш пес пьет из унитаза. У нас же нет миски с водой. Ну, в принципе, как вы знаете, в 74 нет мисочек с водой. Но, видимо, Алексу действительно очень сильно захотелось попить. И он решил, что лучше он подойдет и попьет из унитаза. Значит, здесь... Я только хотела спросить, а где малыши? А малыши у нас, как обычно, почему-то появляются вне своих кроваток. Я не знаю, почему. Что это за особенность Sims 4, что малыши постоянно выпадают, в кавычках, из кроваток. Ну, и здесь я смотрю, что у наших курочек вроде бы все not bad. Смотрите, какая стильная у нас курочка в шапочке. У нас здесь петушок в таком костюмчике. Слушайте, ну, у нас просто наши животные прям очень-очень стильные. Так, а почему плямка спит здесь? Слушайте, ну, плямки же просто шикарное местечко для сна. И вроде здесь чисто. Нет, не очень здесь чисто. Нужно здесь поубирать. В общем, на часах, как я уже сказала, 5 часов утра. Сегодня суббота, то есть нашим девочкам никуда не нужно будет отправляться. Я имею в виду на учебу. Ну, а наша Дженнифер должна отправиться отдыхать. И ей желательно помыться. Ребят, ей нужно срочно помыться. Так, хорошая моя, давай-ка ты попробуешь быстро искупаться. А вот давайте посмотрим, как дела у девчонок. Значит, ты устала и голодная. Слушайте, так у полумны. В принципе, все not bad. Давайте мы ее попросим заняться стиркой. Мне кажется, что нужно наконец-то постирать вот эти вот все вещи. Потому что у нас их очень много, очень много грязных. Тут у нас какие-то детали. Давайте мы эти детали, не знаю, куда денем. Давайте здесь разместим. И давайте вот это вот заберем. И вот это тоже заберем. Понятное дело, что нашей Дженнифер очень интересно, кто это был такой. Кого она увидела возле того здания. То есть, что это за мужчина. Она подумала, что это мужчина. Может быть, это, конечно, и женщина была. Но ей показалось, что это мужчина. Так, иди, пожалуйста, сюда только переодень. Я тебя прошу, переоденься. А то, я знаю, сейчас в пижаме пойдешь. И потом у нас будет полная габела. Кто-то заболеет. А нам это точно не надо. Значит, мы с вами переходим вот сюда. Ну и попросим ее, конечно, переодеться в тепленький наряд. Ох, какая она напряженная, ребят. Ну, конечно, в субботу в 5 утра разбудить. Я бы тоже на ее месте была бы очень и очень сильно напряженная. Так, пойдем займемся стиркой. Нам нужно, знаете, что сделать? Подожди, зачем нам использовать? Нам надо постирать. Я бы, конечно, хотела купить им стиральную машинку. Заниматься стиркой. И давай стирать в корыте. Ох, она еще не знает, куда мы с вами ее отправили. Так, ты мне расскажи, как у тебя дела. Ты пошла мыться. Это хорошо. Слушайте, а мы можем ее попросить сейчас детишек уложить? Надо было уложить детишек. А как у них вообще дела? Слушайте, ну у них по показателям все хорошо, но им холодно. Ребят, им очень холодно. Слушайте, а если я куплю вот этот вот... Слушайте, стоять. Я придумала. Давайте купим батареи. Я придумала. Я думала сначала камин, потом термостат. Но мне кажется, что лучше, наверное, разместить здесь батарею. И вообще, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас нет ничего вообще. Ладно. Хорошо, давайте посмотрим. Значит, где у нас батареи? Батареи у нас здесь. Вообще-то, я думаю, давайте хотя бы какой-то минимальный ремонт начнем вот в этом доме. Значит, я бы хотела поменять хотя бы. Хотя бы давайте поменяем вот эти вот обои. На что-нибудь такое лайтовенькое сколько? О, ноль. Ребят, то, что надо. Давайте выберем какие-нибудь, может быть, ну, не знаю, такие обойки с листочками. Может быть, ну, не знаю, посмотрим. Не знаю. Может быть, вот такие вот, смотрите, с тучками. Давайте возьмем вот такой вариант. И я бы хотела, конечно, добавить батарею. Потому что тут капец как холодно. Мы будем, знаете, потрушки добавлять в каждой комнате. Так, сто. Сто. Ну, в принципе, давайте вот здесь первую батарею разместим. Я надеюсь, что она нам что-то даст. У нас действительно с отоплением бедоси. Так, Беллу нужно накормить. Вылазь, моя хорошая. Прости, пожалуйста, я понимаю, что ты хотела полежать в холодной ванне. Ребята, вы представляете, еще и в холодной ванне лежать. Мало того, что на снег на улице, так еще и лежать в холодной ванне. Значит, покорми, пожалуйста, из бутылочки. А вот Гарри ты, наверное, уложи спать. Вроде бы он пока что не просил кушать. Так, Паломна, расскажи, как у тебя дела. Привет, мои хорошие. Алекс, я надеюсь, что у тебя все хорошо. Я надеюсь, что у тебя все чудесно. Ты можешь пойти пока что погулять. А я хочу глянуть, что у нас тут у курочек. Слушайте, по-моему, у нас, как бы, собрать яйца. По-моему, у нас корма здесь нет. Или это корм? Не, ну, вроде бы есть кучка корма. Но у нас тут очень много курочек и петушков. И понятное дело, что желательно, как бы, все-таки, все-таки еще добавить. Кстати, как дела у нашего пугала? Привет! Смотрите, мы на него навелись, и он сразу так дернулся. Мы же с вами хотели, чтобы Паломна, ну, как бы, поближе познакомилась с пугалом. Поэтому я бы очень хотела, чтобы сегодня она как-то, ну, с заплаткой... Плянка страдает от голода? В смысле? Так просыпайся. Почему? Почему? Быстро-быстро кормить. Бегом, давай, моя хорошая, просыпайся. Нужно срочно накормить плянку. Ребят, ну это просто какой-то капец. Я вам говорю, у нас явно есть какое-то проклятие на этом ранчо. Я понимаю, что Дженнифер не верит. Так, не разводи мне ручками. Покорми и успокой плянку. Давай, пожалуйста, поговори. Потом, пожалуйста, расскажи анекдот. Фух, ребята. Фух, мы успели. Это просто какой-то кошмар. Ты что делаешь, моя хорошая? Все, молодец. Уложи, пожалуйста, теперь. Уложи, уложи, уложи Гарри. Гарри Джуниор, ложись, пожалуйста, с падки. Давай. Все, оставь малышку. И, пожалуйста, уложи Гарри. А я хочу куда-то выбросить, ребят. Надо куда-то эти подгузники выбросить. А где? А у нас же есть? Ребята, у нас есть куда выбросить? Слушайте, у нас в доме, получается, до сих пор нет мусорного бака. У нас только на улице. Как все печально. Ну да, и у нас 370 миллионов осталось. Все, спать. Быстро ложи спать. У нас сегодня еще канун Нового года. Просто прекрасно. Сегодня Палуна планирует открыть свою ветклинику. Я все-таки хочу посмотреть, как она будет работать. Я отключила все остальные настройки. То есть у нас осталась, по сути, только ветклиника. Может быть. Может быть, когда у нас тут был еще магазин и что-то еще. Может быть, они как-то конфликтовали. И тогда мы с вами не могли ничего заработать. Но, может быть, сейчас оно все будет работать нормально. Привет, моя хорошая. Стоять. А ты не хочешь? Что ты идешь делать? Ты голодная. Я понимаю. Но понимаешь, наши малыши тоже голодные. О, у нас тут, кстати, тыковка. Подождите. А что у нас сегодня за ярмарка? У нас же есть сегодня ярмарка? Крупные культуры, ребят. И пироги. Крупные культуры и пироги. Слушайте, ребят, нам нужно срочно пирог какой-то приготовить. И мы должны отправиться на ярмарку. Потому что, может, хоть там мы какие-то деньги заработаем. Так, стоять. Куда косточка ускакала? Куда ты ускакала? Подожди. Это же косточка. Подождите, это косточка или нет? Это овечка. Пардон. Пардон. Значит, давай-ка мы, во-первых, пострижем засимолеоны. Я хочу ее покормить. Покорми, пожалуйста. Все. Чудненько. Чудесненько. Полумна. Расскажи, как у тебя дела. Я думаю, что, значит, она особая ноль. Инкубационная. Вот. Прекрасно. Я хочу сразу же сюда сейчас отправить... Так, почистить, кстати, курятник. И давайте мы, наверное, разместим здесь яйцо. Вот это оно у нас, да? Инкубационное. Вот сюда. Размещайся, пожалуйста. Значит, накорми, пожалуйста, наших курочек. И мы с тобой сейчас пойдем кушать. Пойди, наверное, что-нибудь приготовь. Нет, я не знаю. Мы сможем сейчас что-то с вами приготовить. Добавите лед. Кстати, добавь, пожалуйста, лед. И давай посмотрим, что мы можем приготовить. Готовить. Я даже боюсь смотреть, что мы можем с вами приготовить. Но нам в любом случае нужно сегодня на ярмарку, ребят. Надо на ярмарку. Опять фруктовый салат. О! Яичницу! Давайте приготовим яичницу. Ребят, надо яичницу. И, кстати, я думаю, что мы с вами после завтрака будем, наверное, открывать нашу ветклинику. Мне кажется, что это будет так. Не надо сейчас ни с кем разговаривать. Я тебя прошу, пожалуйста. Пойди, накорми нашу семью. Лилия, а ты куда идешь? Что ты собираешься делать? Сделать снежного ангела? Подожди, подожди. Стоять. А у нас же тут, кстати, кормить жуков, кормить сверчков. Между прочим, нам же нужно за всеми тут... Знаете, я ее в чем-то понимаю. Иногда просто ничего не хочется делать, а упасть в снегу и делать ангела. Согласитесь. Иногда бывают такие вот пожелания. Так, возвращаемся к нашей палумне. Как у нее вообще по показателям? Ну, у нее, в принципе, с питанием бедусь. И бодрость такая себе, но с бодростью мы разберемся. У нас когда будет ярмарка? По-моему, в три часа. Ребят, сгарит что-то не так. Ну, ему холодно. Слушайте, а наши батареи... О, включить! Включить. А ну? Все? Надеюсь, станет теплее. Я надеюсь, что сейчас станет теплее. Я надеюсь, что станет теплее, потому что это просто, ну, какой-то действительно кошмар. Нам нужно добавить больше... Что ты здесь делаешь, дорогая моя? Ну, не мешай, пожалуйста. Присоединиться к готовке. Да ладно? Да ладно, вы представляете? Она решила присоединиться к готовке. А как вы готовите, расскажите мне, пожалуйста. Знаете, мне кажется, что сейчас наша Лили вот прям идеально помогает. Она такая стала за спиной. Да, вот ты берешь перешницу, давай вот там вот посоли. Я, конечно, тебе бы хотела еще подсказать взять вот те специи. То есть, по факту, она, мне кажется, просто стоит и мешает. Так, как дела у Дженнифер? У Дженнифер нужно срочно, ребята, в туалет. И вообще, ей нужна новая кровать. Ей нужна новая кровать, потому что на этой кровати она вообще не высо... Да ладно, у нее хорошее настроение. Ребят, вы можете себе представить? Возьми порцию. Давай быстренько. Уполумный хорошее настроение. Все, отлично. Тогда мы с вами сейчас ветеринарная клиника. Мы нанимать ветеринара не будем, мы открываемся. Мы открываем нашу клинику. Я надеюсь, что у нас сейчас все будет работать. Начать осмотр мы пока что не можем. Мы с вами будем сейчас ждать клиентов. Я надеюсь, что к нам сегодня придет пара персонажей. Я надеюсь, что мы не будем за них платить. Я очень надеюсь. Потому что, честно говоря, мне это вообще не понравилось. Хотя, с другой стороны, смотрите, как мы с вами можем хитро делать. Если у нас опять-таки не будут, как бы, вот эти вот денежки появляться, то есть они нам не будут платить. Может быть, мы ту сумму, которую мы заплатим за лечение, будем добавлять к нам в бюджет? Может быть, так будем делать? Может быть, так будет даже правильнее? Как у тебя дела? Ты опять раздраженная и напряженная. Ребят, о, подождите. Да ладно, взять белье и повесить на веревке. Вот, прекрасно. Ты чем занимаешься? Ты идешь выбрасывать. Вот, умница. Умница, молодец. Убираем потихонечку, наводим порядок. Наводим порядок. Нам нужны деньги, понимаете, ребят? Нам нужны деньги, и я что-то не вижу, чтобы к нам приходили клиенты. Нет, они, конечно... О! Нет, это не О. Это лисичка к нам пришла. Мы же с вами открыли ветклинику. Ну, давай посмотрим. Закрыть, разрешить, открыть. Ветеринарная клиника. Здесь у нас только вариант нанять ветеринара. Но мы пока что никого, конечно, нанимать не будем, потому что... Пока что... О! Это что, первые клиенты? А где животные? Нет, я, конечно, очень рада, что к нам пришли люди. А где животные? Мы не человеческие. Ой, привет. Привет, Мелисса. Так, давайте мы, наверное, погладим и посмотрим, сможем ли мы сейчас начать осмотр. Вот. Я очень хочу, конечно, чтобы у нас была возможность зарабатывать. Я очень хочу зарабатывать на ветеринарии, потому что это будет, во-первых, интересно, но и, во-вторых, наша Шпалумна мечтала все-таки открыть свою ветклинику. Всем здравствуйте. Ооо, сколько у нас животных, ребята. Вот посмотрите, сколько пришло животных. Так, ну пойдем. Пойдем. Кто у нас тут хорошенький? Пойдем, пойдем, пойдем. Электричество израсходовано. Да ты что, шутишь сейчас? Куда израсходовано? У нас не может израсходовано быть. О, у нас тут уже разборки. Ребят, давайте вы свои разборки и проблемы где-то там оставите. Вы тут травмируете мне животных, поэтому давайте, проваливайте. Кстати, а нам ничего не приходило по почте? Может быть, ну да. Может быть, какие-то подарки или еще что-нибудь, нет? Ну, нет так нет, ладно. Мы не будем с вами очень сильно расстраиваться, правильно? Так, пойди, пожалуйста, поешь. Как дела у Лили? Ну, Лили, а что ты делаешь? Она лепит снеговика. Ну, в принципе, логично. Я вам говорила, что Лили особо помогать, ну, не планирует с нашими... Ух, ребята, еще больше людей. Еще больше людей, еще больше питомцев. Я вам говорила, что Лили не особо горит желанием помогать. Можно я за животными посмотрю? У нас сейчас Мелисса на осмотре. Эээ, Джемма, мне очень приятно, что ты хочешь с нами поболтать. О. Давай, проходи, пожалуйста. Проходи, проходи, пожалуйста, только не мешай мне. У нас осмотр. У нас, понимаете, почему, наверное, не мог начаться осмотр? Потому что у нас электричества не было. Привет. Привет. Кто у нас хорошая девочка? Так, давайте смотреть. Значит, что у нас за проблемы с Мелиссей? Ну, наверное, начинаем мы с вами, понятное дело, что с шерсти. И мне кажется, надо температуру померить. Мне кажется, сразу же нужно померить температуру. Померить температуру. А ну-ка. Мне кажется, что Джемма просто, знаете, стоит и смотрит. Так. Как же моя внучка справляется с животными? Ребят, сколько у нас пациентов. Какое огромное у нас количество пациентов. Кстати, стоять. Мы можем попросить Дженнифер сейчас какой-нибудь пирог приготовить. Дженнифер у нас прекрасно готовит. Мы с вами это знаем. Поэтому я хочу, чтобы она приготовила пирог, чтобы мы могли отправиться с вами на ярмарку. Хотя мы, конечно, можем отправиться и там приготовить. Картофельный киш. Может быть, мы попросим ее приготовить. Картофельный хлеб. Подождите. Фруктовый пирог. Но я не уверена, что это хороший вариант. Тесто, любая мука. Нас, понимаете, просто не хватает вот этих вот всех ингредиентов. А заказать мы их тем более, что не сможем. Поэтому, скорее всего, наша палумна будет готовить, когда она приедет на ярмарку. То есть, в принципе, у нас сейчас есть пара часиков. Мы можем поработать с животными. И затем мы с вами... Ох, сколько людей. Затем мы с вами будем отправляться, понятное дело, что туда. Да, кстати, нам нужно будет еще... Криста голодна. А почему Криста голодна? Почему нельзя ее попросить покушать? Ты где? Ты что идешь делать? О, у кого-то бедося произошла. Вы понимаете, у них очень быстро почему-то падают потребности. Зачем ты взяла ребенка? Ну, у нее же наверняка все было хорошо. Зачем ты ее схватила? Уложи ребенка в кроватку и иди, пожалуйста, покорми нашу Кристу. Потому что мне не нравится составить расписание. Нет, не надо. Позвать питомца. Позови, пожалуйста, Кристу. Как у вас дела? Давайте смотреть. О, все, супер. Мы с вами все выяснили. Значит, лечение лекарства панацея. Понимаете? 25 миллионов. То есть, теоретически, мы можем сейчас себе добавить 50. Правильно? То есть, мы возвращаем свои 25. Вот, прекрасно. Видите? Нам, получается, деньги почему-то не при... А может, мне кто-нибудь заплатит? 317! Так, подождите, нам заплатили. Все, вопрос снят. Вопрос снят. А кто тебе названивает? Давайте посмотрим. Трэвис Фостер? Фостер? Леа Гарнер. Такая прелесть. Я очень за вас рада. Так, кто у нас будет следующий? Ну, конечно. У нас закончилось электричество. Дженнифер поделала дела по дому и уже собиралась отправиться отдыхать, потому что она совершенно не выспалась, когда возле их небольшой ветклиники она увидела парня с собакой. И ей показался этот парень очень знакомым. Возможно, это он стоял тогда возле здания и наблюдал за ней. Давайте попробуем с ним поближе познакомиться. У него, правда, какой-то очень недовольный вид. И зовут его Джеймс Миллер. И я думаю, что вы уже поняли, кто он такой. Но мы все равно сейчас с ним должны поздороваться. По-дружески, здравствуйте. Вы сюда пришли с собачкой. Что не так с вашим песиком? Сейчас моя дочка посмотрит вашу собаку. Слушайте, а чего это он такой раздраженный? Чего он такой раздраженно-напряженный? Ну, приветики, сказал нам Джеймс. И я вам сейчас расскажу, кто такой Джеймс. По крайней мере, мы пока ничего не будем говорить нашей Дженнифер. А вот вам я, конечно же, расскажу. Итак, Джеймс это брат нашего Гарри. Он старше на несколько лет, но со своей семьей он особо не поддерживал связь. Точнее, какое-то время он поддерживал связь с родителями. А вот с Гарри он практически не общался. У них, скажем так, сложились не самые лучшие отношения. И вообще, Джеймс в прошлом актер. Он, когда был молодым, он решил, что нужно переехать в Дель Сульвелли, сниматься в фильмах. И, в принципе, поначалу у него шло все очень даже неплохо. Но потом появились кое-какие трудности. И сейчас он живет в небольшом домике в Дель Сульвелли, в очень бедненьком. И, понятное дело, что ему нужны деньги, чтобы как-то, может быть, сделать ремонт в этом домике. А, может быть, вообще переехать в дом побольше. В общем, он собирался отправиться к родителям и спросить, как тут дела на старом ранчо. Может быть, можно его продать, и он сможет получить долю своих денег. Но, как вы видите, когда он приехал в этот городок, то он увидел, что, оказывается, на этом ранчо живут. И здесь, как бы, вроде бы все даже восстанавливается. Потому что он помнил, что это ранчо было очень таким, знаете, запущенным. Сюда никто очень долгое время не приезжал. В общем, он удивился, что, как бы, здесь действительно кто-то живет. Причем он увидел нашу Дженнифер вместе с дочками. Он вообще не понял, как бы, а кто это такие. Да, он видел Дженнифер один раз, когда он общался с родителями. То есть, родители рассказали, что, вот, смотри, Гарри женился. У него такая прекрасная жена. Ну, знаете, ну, увидел один раз, и все. Он, как бы, не особо запомнил, как она выглядит. Но затем он решил за ней проследить. И, в принципе, он подслушал разговор, конечно же, Джеммы и нашей Дженнифер. Ну, и, понятное дело, что он понял, кто это такая и почему она здесь живет. В общем, Джеймс, конечно, не в восторге от того, что в этом доме сейчас живут. Он очень хочет его продать. Поэтому, я думаю, что из-за этого у него и настроение. Видите, он о деньгах думает. Он думает постоянно о деньгах. Он ни о чем другом думать не может, потому что ему нужно вернуться в игру. Как он говорит, он хочет вернуться к съемкам. Ему нужно, конечно же, новое портфолио. Ему нужно ходить на пробы. Ему нужен новый агент. В общем, короче, ему нужны деньги. Ну, и, понятное дело, что он будет сейчас, конечно же, всячески убеждать своих родителей, что нужно продать этот дом. Так, давайте мы сейчас поможем Палумне. Я тебя прошу, пожалуйста, давай-ка мы сейчас быстренько посмотрим. Нам нужно, наверное, проверить, что кожу шерсть. Потом давайте, наверное, температуру. И, кстати, мы должны попросить сейчас нашу Дженнифер. Кстати, обратите внимание, у нас 929 симулионов. Каждый осмотр стоит примерно 300 с чем-то. Но все-таки я очень хочу сегодня отправиться на ярмарку. Я надеюсь, что наш пирожок и наше растение, конечно же, займет хоть какое-то место, и мы сможем хоть какие-то деньги получить. Так, давайте посмотрим, что мы можем еще сделать. Осмотр, давайте, может быть, осмотр глаз, уши. Давайте, может быть, сердце послушаем. Мы сейчас посмотрим вот этого вот пациента и будем отправляться. Да, конечно, наша Палумна очень сильно хочет спать. То есть она, наверное, все разместит на вот этих вот... Вот, молодец, умница. Она разместит все свои, скажем так, предметы для участия на ярмарке и потом, наверное, пойдет поспит в кафешке. Так, мы что с тобой должны сделать? Мы должны, мы должны, мы должны спрей против паразитов использовать. Используй, пожалуйста, спрей. Вот умница. Не бойся, пожалуйста, это просто спрей. Все будет хорошо. Вот чудесно. Ребят, шестой уровень. Шестой уровень. Мы, кстати, с вами получили еще 600 баллов. И давайте глянем, что у нас по зарплате. У нас сейчас 904. То есть мы с вами не будем возвращать вот эти вот 25. Я думаю, в принципе, они будут входить в стоимость, которая... Куда, 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 куда пошла? Нет, дорогая моя, ты пока никуда не пойдешь. А как там дела у нашей Дженнифер? Все, Дженнифер пошла отдыхать. Ох, ребят, как же я соскучилась за Хэнфордом. Нам нужно будет обязательно сюда вернуться после того, как мы восстановим ранчо, потому что я очень соскучилась за этим городком. Итак, мы с вами уже на месте. И понятное дело, что Палумна попросила Дженнифер поехать вместе с ней, потому что она, к сожалению, пока что еще пироги готовить не может. Давай мы с тобой выставим на конкурс просто нереально шикарную тыкву. Мы использовали огромное количество удобрений, и в итоге у нас выросла просто гигантская тыква. Ну а как дела у Дженнифер? Я надеюсь, что она сейчас не отключится. Она решила приготовить... А что ты решила приготовить? Ну вот, мы сейчас даже с вами не узнаем, что мы с вами решили приготовить. Значит, Палумна, выстави, пожалуйста, тыкву. Я надеюсь, что она всем понравится. Шикарная, огромная, красивая тыква. Обязательно нужно будет еще несколько крупных культур. Посмотрите, так, давайте посмотрим, как дела у Дженнифер. Все, у нас готовый пирожок. Ребята, куда она? Нет! Ну не в холодильник же! Зачем? Зачем ты это сделаешь? Так, подождите, можно забрать? Плохо киш со шпинатом и луком? Ребят, а мы его вообще можем выставить? У нее плохое настроение, она хочет спать, а я ее заставляю готовить. Так, дорогая моя, пожалуйста, давай-ка ты все-таки какой-нибудь пирожок, например, фруктовый сейчас приготовишь. А вот ты, моя дорогая, посмотри, ты можешь вообще выставить вот этот вот киш? Или же нет? Мне кажется, что вряд ли. Киш-то мы выставить можем, но, ребят, он плохого качества. Я не очень хочу его выставлять. Не-не-не-не-не, я пока не участвую. Я пока хочу пойти и, например, в туалет сходить. Правильно, мы же можем пока что в туалет сходить, пока у нас готовится фруктовый пирожок. Так, сходи, пожалуйста, и потом тебе надо несколько раз помыть руки, потому что ты трошки вонючка. Ребят, я надеюсь, что мы хоть что-нибудь сегодня сможем получить, хоть какие-то денежки. Кстати, а что у нас есть в багаже? А мы что-то можем продать? Ну, ребят, одну грушу и один фрукт с иголками. Ну, такие особи. Честно говоря, я бы не выставляла на продажу. У нас не так много, видите, различных вариантов. У нас, конечно, здесь есть классный ларек, где мы могли бы это все подороже продать, но у нас всего как бы не очень много, поэтому я думаю, что пока что ничего продавать. Нет, ребят, она отключилась. Хорошая моя, только отключись, пожалуйста, на диване. Нет, я тебя прошу, это растение огромное. Да мы знаем, что у нас тут все растения огромные. У нас же как бы конкурс гигантских растений. Понятная идея, что он будет огромным. Ребят, она, по-моему, сейчас тоже отключится. Мне кажется, что Дженнифер сейчас тоже отключится. Давай, бегом, бегом, бегом. Жидкий дискомфорт, да, я понимаю. Мы ее сейчас отправим домой, то есть как бы будем считать, что... Слушайте, а мы не успеваем, по-моему. Ня! Мы сейчас с вами не успеем, не успеем. Так, беги сюда, пожалуйста. Пожалуйста, бежать сюда. Нам нужно успеть принять участие в двух конкурсах. Сколько эти пироги готовятся? Да, мы поздно приехали. Понятное дело, что мы просто не успевали, потому что у нас и ветклиника, и вот этот вот странный Джеймс, который приехал почему-то на наше ранчо. Да, он, конечно, приехал и представился родственником. Сказал, что он как бы просто в гости. Как бы сейчас он гостит у своих друзей. Но мы-то с вами понимаем, что он не гостит у своих друзей. И на самом деле его просто интересует наше ранчо. Так, не надо ставить. Зачем она ставит его в холодильник? Это не наш холодильник, дорогая моя. Поэтому туда ставить точно не надо. Так, мы, наверное, сейчас сразу же откроем ее багаж. И мы делаем с вами чпоньк. Открыть. Значит, открыть. И мы делаем чпоньк. А что по качеству, скажи, пожалуйста? Ну, нормально. Блин, я не уверена, ребят. Вот я не уверена, что мы что-то сможем с пирогом занять. Так, выставить на конкурс. Пойдем. Пойдем, пока ты не отрубилась. А ты, моя хорошая, иди домой. Давай выставлять. Пока ты еще в состоянии выставить пирог. Давай, наверное, фруктовый. Фестиваль закончится через час. Понимаете, фестиваль закончится через час. Мы еле-еле успели что-то сделать. Ей нужно пойти помыться. Ну, блин, у нас, понимаете, все находится... Опа, смотрите, кто у нас тут. Тут у нас находится Джерри. Помните, с Джерри, ну, как бы у нас не то, чтобы строились отношения, но Джерри, как бы иногда пишет нашей паломне, спрашивает, как у нее дела. Ну, давайте, может быть, мы спросим, наверное, предложить посмотреть на звезды. Давайте, может быть, интересы обсудим. Ну, как бы спросим, как у тебя делишки. Да, мы переехали, но все равно очень хотелось бы поддерживать с тобой дружеские отношения. Ох, нифига себе, сколько тут у нас уже растений. Сколько у нас тут уже тыкв. Ребят, я не знаю. Вот честно, я не знаю, сможем ли мы хоть в каком-то конкурсе победить. Привет. Здравствуй. Мы только с Ранчо. Да не надо мне показывать, что мы вонючки. Мы и так знаем, что мы вонючки. Ребят, я надеюсь, что он не будет сейчас нам говорить, что мы вонючки. Да, 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 я прекрасно понимаю. Ребят, ему, по-моему, с нами скучно. Ему с нами скучно. Слушайте, ну как думаете, мы хоть что-то сможем занять или нет? Сейчас... И ты еще пришел со своим пирогом. Экзотич... Ну, конечно. Экзотический фруктовый пирог. А это у нас торт без эсэсэнс. Ну, класс, ребят. И мы со своим фруктовым, знаете, такие вот как лалки пришли, такие, ой, здрасте. А вы знаете, у нас фруктовый пирог. Нет, конечно, у нас уникальный фруктовый пирог, вы это прекрасно понимаете. У нас уникальный фруктовый пирог по старинному рецепту. Пятьсот, да ладно! Подождите, первое место? А за что именно? А крупные культуры. Ура, друзья мои, поздравляем. Ваша крупная культура заняла первое место. Слушайте, ребят, ну наша тыковка справилась просто на ура. После окончания ярмарки Паломна решила немного отдохнуть на диванчике в баре и в итоге проспала до пяти часов утра. Затем она отправилась домой и дома ее ждал сюрприз. Оказывается, к нам на несколько дней приехал Джеймс. Он решил, что оставаться надолго у друзей ему нет смысла, потому что здесь находится его дом. Ну и как бы, какие проблемы? Я хочу пожить в своем доме. Я имею право. Ну и я так понимаю, что, может быть, его, конечно, сюда еще и Джеймс пригласила. Может быть, она ему намекнула, что как бы комнат здесь много. Дорогой сын, ты приехал повидаться. Все тебе здесь будут рады. Может быть, ты поможешь с ремонтом. Но мы-то с вами знаем, чего на самом деле хочет Джеймс. Джеймс, I'm watching you. Кстати, нам тогда придется, ребят, добавить для него кровать. Потому что для Джеммы мы кровать добавили, а для него нет. Слушайте, давайте сделаем хитро. Давайте вот эту кровать мы выделим для нашего Джеймса. А для Дженнифер купим новую кровать. Мне кажется, что так будет честно. А то, получается, наша бедняга Дженнифер должна постоянно спать на каких-то старых кроватях. А мне бы хотелось, конечно же, чтобы у нее кровать была поновее. Потому что, ребята, она вообще не высыпается. Так, я думаю, что здесь, в принципе, пройти можно. Здесь пройти вроде бы можно. И давайте мы с вами какую кровать купим. Но надо что-то подороже. Плюс я, конечно, бы хотела... Давайте мы, наверное, пока что в багаж переместим. Я бы хотела здесь тоже поменять обоих. Давайте, может быть, какие-то другие выберем. Так, я хочу брать пользовательские материалы. Хотя, кстати, может быть, мы здесь используем и пользовательские материалы. Посмотрим. Что я хочу взять? Я бы хотела взять, может быть, вот эти вот деревянные панели изранчо. Мне кажется, что они сюда просто идеально впишутся. И они стоят не очень дорого. Я хочу взять, наверное, вот такие вот потемнее. И нам нужен пылесос. Слушайте, а у нас вообще есть пылесос? По-моему, нет. По-моему, у нас нет пылесоса. Поэтому давайте купим пылесос. А то как это? У нас тут действительно так грязно. Или подождите. Или купить нам вот этот вот кругленький. Но понимаете, с кругленьким мы не поднимемся наверх. Слушайте, а какой пылесос лучше взять? За 180? Или за 340? Давайте возьмем... Слушайте, давайте возьмем пылесос за 180. И я хочу купить все-таки стиральную машинку. Но мне не нравится, что у нас так много грязной одежды. И мы должны все время бегать вот сюда, стирать. Потом это все вывешивать. Давайте купим стиральную машинку. Но сначала я хочу купить кровать. Значит, кровать, кровать, кровать. Нет, давайте сначала стиральную машинку. Так, вот это нам куда бы деть? Давайте вот здесь пока что разместим. Это пойдет в багаж. Это надо все запылесосить. А здесь у нас будет стиралка. А у нас что, только один светильник? Ох, печаль, беда. Стиралка, по-моему, стоит 500. То есть мы с вами на 700, ладно, на 600 можем еще кровать купить. Так, 500. Ну да, 500, 500, 500, 500. Ничего страшного. Давайте возьмем, может быть, какую. А давайте, может быть, вот такую вот веселенькую, розовенькую. Только я тебя вот сюда выдвину. Вот, прекрасно. Я надеюсь, конечно, Джеймс, может быть, нам как-то и будет помогать. Но что-то мне подсказывает. Нет, он, в принципе, заинтересован, чтобы здесь сделать ремонт. Потому что вы же понимаете. Как бы, чем лучше будет выглядеть дом, тем дороже его смогут оценить. Значит, 500, 525, 560. Слушайте, а что у нас тут? Бодрость 4. А там у нас какая кровать? I'm sorry. Это что у нас за кровать? Ребята, это что за кровать? Односпальная кровать, это, конечно, хорошо. 664, бодрость 5. Бодрость 4. Ребят, так это, типа, хорошая у нас была кровать. А я, получается, могу сейчас только что... 700, сколько. 4. 4. Ребят. Блин, ну придется, наверное, нам вот эту кровать оставить. А я-то, честно говоря, надеялась, что мы, может быть, сейчас получше сможем взять. Ладно, тогда для нашего Джеймса будет вот такая вот раскладушка. И у нас еще остается 449 симолеонов. Я вот что думаю. Может быть, нам купить новый унитаз, ребят? Давайте посмотрим, жизнь без удобств, что у нас есть из унитазов. У нас есть вот такой вот унитаз. И, в принципе, больше мы ничего себе позволить не можем. Он стоит 250. А этот сколько? 120. Давайте надежность 3. Дискомфорт. А тут тоже дискомфорт. Блин, тут тоже дискомфорт. Мы, получается, меняем одно на другое? Ладно, не будем пока что менять его. Нам бы, наверное, какой-то столик, где можно покушать. О май гаш, как тут грязно. Давайте, может, поставим какой-нибудь простенький столик и два стульчика, потому что действительно кушать-то негде. Я хочу взять, наверное, из режима отладки. Потому что у нас там есть такие, знаете, совсем простенькие столики. Вот эти. Сколько? 140. Это обдирательство какое-то. Какой 140? 309. Ну, у нас стульчики тогда недорогие. Вот, ребят, 10. 10 символионов, то, что надо. Все прекрасно. Мы его передвинем, наверное, вот сюда. Видите, теоретически никто никому ничего мешать не будет. Все прекрасно, друзья мои. У нас появились стульчики и столик. Так, дорогая моя, ты идешь спать. Все, ты сегодня у нас была просто молодец. Ты у нас выиграла в конкурсе. А вот как дела у Дженнифер? Видите, она раздраженная. Она недовольная, что сейчас у нас будет еще один человек в доме. И она этого человека вообще не знает. То есть, по факту-то она реально его не знает. Приехал какой-то человек, который сказал, что, оказывается, он брат Гарри. Ну да, мы никогда не виделись, но все-таки, все-таки я хочу вас тут жить. И вы же понимаете, что это ей не нравится. Слушайте, давайте пропылесосим. Давайте мы сейчас детишек уложим в спадки, покормим. И, наверное, мы пропылесосим. Посади, пожалуйста, сюда Гарри. Посади, пожалуйста... Эм... Белла, только не надо засыпать на полу. Я тебя прошу, надо ее поднять и тоже уложить в спадки. А вот ты, моя хорошая, тебе надо пойти поесть. Слушайте, давайте сразу же выдадим... А он где оставил? Ну, правильно. Лучше там оставить свой чемодан. Я хочу сразу же выдать вот эту вот кровать. Кровать, 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 кровать. А кто у нас тут будет спать? Спать в кровать. Ну, и понятная идея, что здесь будет спать Джеймс. Ребят, я не знаю, как сложатся их отношения. Вот честно. Я не знаю вообще, на что способен этот Джеймс. Может, у нас тут какие-то гадости будет постоянно делать. Я, в принципе, даже сомневаться не буду. Потому что я понимаю, что у этого человека только какие-то корыстные планы. И помогать будет ли он нам? Ну, не знаю. Тем более, как он сказал, денег у него нет. Ничего у него нет. Поэтому, как бы, мне только деньги и нужны. Мне нужно все-таки возвращаться в игру. Я хочу дальше выступать. Мне нужно пройти несколько фотосессий. Пожалуйста, уложи ребенка. Пожалуйста, посади сюда Беллу. Бегом посади сюда Беллу. И иди пылесось. Хотя бы давай пропылесосим первый этаж. Я тебя очень прошу. Подождите, а у нее, может, был пылесос? Нет? Нет? Не бачи, баба. Хорошо. Давай-ка мы с тобой сейчас будем пылесосить. Пожалуйста, я хочу, чтобы у нас было чисто. Я хочу, чтобы у нас была чистая спальня. Давай, доставай. Ура, ребята, мы избавляемся от пыли. Мы пытаемся. Ладно, будем честными. Мы пытаемся избавиться от пыли. Надо бы купить круглый, понимаете? Нам два кругленьких в идеале бы подошли. Но они стоят столько. Я не знаю. Вот не знаю, сможем ли мы их когда-нибудь купить или же нет. Нет, когда-нибудь-то сможем. Но в ближайшее время не знаю. Ну, в смысле из расхода. Да вы что гоните? Ребят, нам нужно еще одну панель тогда, наверное, разместить. Дорогая моя, пойди, пожалуйста, наверное, по три. И будем с тобой создавать нектар. Ох, какое у меня плохое настроение. Очень плохое. Очень-очень. О, у нас что-то созрело. Так, хорошая моя, давай-ка ты сейчас пойдешь собирать весь урожай. Мы это с вами можем либо продать, либо это все мы с вами можем, понятное дело, что разместить у нас в холодильнике. И у нас будет еще больше фруктовых и овощных салатов. Фруктовые и овощные салаты это топ. Кстати, я хочу, наверное, сейчас попросить нашу Палумну. Давайте мы будем ее будить. Я хочу, чтобы она позанималась с плямкой. Я хочу, чтобы она ее покормила. Ну, в принципе, мне кажется, что нам нужно будет заниматься ее тренировками, потому что, как вы знаете, Палумна планирует все-таки, когда плямка станет старше. Я думаю, что в ближайшее время она станет старше. Мы с вами будем заниматься скачками. Я думаю, что мы с вами будем... Кто названивает Дженнифер? Сара. Она хочет заниматься скачками. Она хочет заниматься, конечно же, конкурсами. Поэтому мы должны сейчас много внимания уделить нашей плямке. Ты собираешь? Слушайте, так неплохо, так неплохо. У нас есть морквинки, у нас есть виноград. Давайте сразу же это все забрасывать. У нас будет много различных салатов. Все, ты типа все пособирала, да? Ну, вроде бы частично она все пособирала. Ребята, надо срочно рассыпать корм. Раз, рассыпать два. Классно, он тут сел смотреть на курочек. Он сидит и рассматривает курочек, вы понимаете? И с такой, вы знаете, кислой миной. Нет, чтобы нам сейчас помочь. Нет, он решил, что сяду, порассматриваю курочек. Вы можете поздравить нашу Палумну. Только что ее любимый конь Плямка стал старше. И вместе с ним она решила отправиться в город потренироваться. А еще ей не очень сильно хотелось находиться дома, пока там был Джеймс. Все-таки она ему не доверяла. Итак, давайте посмотрим, можем ли мы сейчас позаниматься с Плямкой. Но сначала, я думаю, что нужно рассказать анекдот, поговорить. Вы посмотрите, какой у нас красивый конь. Посмотрите, какой красавец. Нам нужно будет выбрать, конечно же, для него одежду. И давайте посмотрим, сможем ли мы хотя бы здесь потренироваться. Потому что я вам уже говорила, не можем? А, ну конечно, нужно сесть на лошадь. Ребята, нужно сесть на лошадь. Слушай, дорогая моя, давай только аккуратненько сейчас. Спокойненько, обними, пожалуйста. Можно почистить копыта. Нужно, чтобы Плямка нам доверял. Нужно, чтобы он нам доверял. И тогда, я думаю, что в принципе проблем никаких быть не должно. Ну смотрите, у него вроде бы все хорошо. Вроде бы все чудесно. Привет, Рен. Здравствуй. Слушайте, какой Рен. Какой интересный Рен. Давайте, может быть, мы с ним поздороваемся. Может быть, мы вместе учимся. И затем мы должны попробовать покататься на лошади. Прокатиться. Давайте в неспешном темпе. Давайте пока что в неспешном, а потом уже посмотрим. Я надеюсь, что они подружатся, ребят. Я очень хочу, чтобы мы принимали участие в различных соревнованиях. И я надеюсь, что мы сможем действительно много денежек заработать. Это будет вообще очень круто. Плюс, конечно же, мы будем прокачивать нашего коня. Но сначала нужно залезть, ребят. Нужно залезть, чтобы у нас все сейчас было хорошо. Чтобы она не гэпнулась в эту грязь. Залазь, пожалуйста. У тебя новый костюмчик. Как раз хотелось бы, конечно, чтобы мы сейчас покатались. Смотрите, ребят, какое седло красивое. Залазим аккуратно. Вот, молодец. Умница. Теперь давай проедемся. Да ладно, ребят. У них вроде бы складывается. Ребят, по-моему, все идет неплохо. По-моему, неплохо. Она, конечно, очень сильно нервничает. Но, слушайте, как для первого раза, мне кажется, что у них получается очень даже неплохо. А давай попробуем вот сюда отправиться. Смотри, здесь можно покатать. Вот, попрыгать. Пойдем попрыгаем. Основные прыжки. Все будет хорошо. Все будет чудесно. Ребята, она такая проляканная. Она такая думает, я не знаю, зачем я села. Наверное, надо было просто пока что залезть, посидеть. И никуда не ехать, не кататься. Я же боюсь. И рядом никого нет. Нет рядом Лили, которая поможет. Дорогая моя, давай-ка ты пойдешь сейчас вот туда. Вот, молодец. Пойдем. Пойдем попробуем попрыгать. Попробуем попрыгать, правильно? Слушайте, она себя уже... Тихо, 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 спокойно. Я только хотела сказать, что она себя уже достаточно уверенно чувствует. Ребят, по-моему, она гэпнется. Ой, я переживаю. Тихо, 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 тихо. Ты моя молодец. Ты моя молодец, наездница. Палумна жалеет о том, что села в седло, ей не нравится. Да не... Нет. Хорошо, давайте да выберем. Ну, допустим, она решила, что ей не нравится. Аккуратно, аккуратно, не бойся. Не бойся, все будет хорошо. Может быть, ей поначалу не понравится, а затем ей понравится. Вот, вот, молодец. Ребят, я думаю, что ей понравится. Мне кажется, что с таким конем, как Плямка, у нее все должно получаться. Но я так понимаю, что пока что мы, конечно, принимаем уча... Участвовать в состязании. Серьезно? А давайте попробуем. Взнос 100. Ну, ладно. Я, конечно, не знаю. Не знаю, удастся ли нам хоть какое-то место сейчас занять. Но было бы интересно. А ну-ка, давай посмотрим. Может быть, мы сейчас с вами, ну, хотя бы второй займем. Мне кажется, уже было бы здорово. Ребята, ну-ка, давайте скрестите пальчики. На руках, на ногах. Я надеюсь, что это состязание пройдет просто прекрасно. Я надеюсь, что никто не будет падать, никто не будет нервничать. И, в принципе, нам нужно будет сюда еще отправляться. И, конечно же, тренировать нашу лошадь. Что-то мне подсказывает, что мы, наверное, ничего не заняли. Ребята, у нее плохое настроение. Она хочет кушать, она хочет спать, она хочет помыться. Ну-ка, давай посмотрим. Ничего не заняли, да? К сожалению, первое испытание прошло... Соу-соу? Или же нет? Или есть шанс, что мы... Что-то смогли занять? Слушайте, ну они пока не выходят. Позвать, бежать сюда. Пойдем сюда. У меня такое ощущение, что мы с вами, наверное, ничего не смогли занять. Но ничего страшного. Это был первый раз. Это был первый раз, когда мы с вами попробовали принять участие. Я так понимаю, что, конечно, нашей паломне пока что трудно. Она боится. Она не знает, как правильно себя вести. А ну-ка, стадись, пожалуйста, на лошадь. Видите, бодрость низкая. Поэтому нам нужно будет, скорее всего, прокатиться. Давай. В неспешном темпе. Нам нужно будет, конечно, перед следующим испытанием хорошенько выспаться. И затем мы, понятное дело, что и будем тренироваться, и мы с вами, конечно же, будем принимать участие в различных испытаниях. Ну а пока что, я думаю, что нам с вами нужно сделать перерывчик. В этой серии наш Плямка стал старше. А еще к нам приехал какой-то таинственный брат Гарри. Что будет дальше, что будет с Ранчо, мы с вами узнаем уже в следующей серии. Я надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok